Здравствуйте, уважаемые любители сада и огорода! Осенью у нас копится много разных подозрительных растительных остатков. Почва бывает часто заражена различными болезнями после уборки урожая, а инвентарь, теплица требуют очень хорошей дезинфекции. На стеблях смородины, крыжовника могут оставаться различные болезни, а также зимовать вредители. После уборки урожая яблок ветки могут быть заражены также болезнями, а некоторые оставшиеся плоды могут быть источниками всевозможных опасных заболеваний. Существует много разных способов поддержания здоровья наших растений, а также санитарного ухода за почвой, огородом, за конструкциями теплиц и грядок, а также мероприятий по искоренению разнообразных болезней у деревьев и кустарников, в том числе роз и земляники. Но есть одно средство, которое выручит нас всегда и во всех случаях, это хлорочка. Проще всего использовать таблетированные специальные дезинфицирующие варианты, вот как, например, такой дихлороэкстра. Характеристики этих таблеток я укажу в описании к видео и в закрепленном комментарии. Для дезинфекции поверхности почвы, а также для искореняющей обработки деревьев и кустарников, а также для мойки теплицы в осенний или весенний период, возьмите одну таблеточку на 2 литра воды или 5 таблеток на 10 литров. После полного растворения обработайте поверхность почвы в теплице и в открытом грунте. Точно так же обработайте деревянные и прочие конструкции, которые формируют гряды. Обработайте ботву растений перед тем, как убирать и относить ее на компост. Также можно обработать ботву, которую вы уже убрали. Точно так же поступайте с любой ботвой, которая имеет признаки заболеваний. В период начала листопада обязательно обработайте кусты смородины и крыжовника. Также обработайте и жимолосъедобную, а также другие кустарники. С началом листопада обработайте молодые и взрослые деревья. Не забудьте точно так же обработать и голубику. Вот такие пятнышки на пенах свидетельствуют о заражении грибковым заболеванием. Обработайте и их прежде, чем отрезать и уносить в компост. В обязательном порядке таким раствором промойте внутренние и наружные поверхности поликарбоната, пленки или других материалов, а также всякие несущие конструкции теплицы. Срок действия этого средства совсем небольшой, порядка одних суток. Однако за это время вы полностью, а полностью обезвредите, а обеззаразите все источники инфекций, болезней и даже вредителей в вашем саду и огороде. После того, как вы провели такую дезинфекцию, вы можете смело тащить всю ботву в компост, обрабатывать ее различными средствами для компостирования. Микслинк сейчас рулит, биослизнецы для тех, у кого на участке много слизней, но это уже отдельный разговор. Что ж, используйте это одно средство, очень доступное, в каждом магазине есть, везде-везде и совсем недорого стоит, для того, чтобы избавиться от болезней и вредителей в вашем саду и в огороде. До скорой встречи!